Меня зовут Люба Галкина. Я переехала в Лондон 15 лет назад из Голландии, где я работала в европейской штаб-квартире американской компании Nike. Переехать для нас, а я переехала с мужем и с дочкой, было достаточно просто. Тогда существовала программа для высококвалифицированных специалистов, и мы с мужем под нее очень подходили. Нам казалось в тот момент, что Лондон – это абсолютный центр мира, что здесь большие перспективы для бизнеса и собственного развития. Мы абсолютно не представляли, как здесь все устроено, но нам повезло, потому что у нас уже было здесь какое-то количество друзей и знакомых, которые с радостью поделились с нами своим опытом. И мы достаточно быстро нашли здесь дом, школу для дочки и окунулись в абсолютно новый для нас мир. Благодаря новым встречам я, например, открыла для себя в Лондоне абсолютно неизведанный мне мир современного искусства. В этом городе находятся лучшие музеи и галереи, выставки, а также здесь живут, жили или приезжают самые известные художники и коллекционеры. Сейчас этот мир стал для нас совершенно органичной частью жизни, и даже сложно представить, что к моменту переезда в Лондон я совершенно ничего о нем не знала. Также отрадно то, что русские современные художники сейчас намного более известны здесь, чем в тот момент, когда мы переехали. И они органично влились в коллекции музеев Тейт Модерн и представлены в самых известных галереях. А в том же самом Тейт Модерн на сегодняшний день даже создан комитет по России и Восточной Европе, который как раз и занимается тем, что отбирает работы из этого региона. Мне даже повезло быть либо частью в какой-то момент своей жизни здесь. Также замечательные люди, которых я здесь встретила, привели меня в мир благотворительности. Именно здесь я начала заниматься этим достаточно серьезно. И здесь как раз пригодился мой опыт работы в маркетинге и мои обширные социальные связи, включая тот самый мир современного искусства, который так плотно вошел сейчас в мою жизнь. Мы создали в Лондоне фонд Gift of Life. Это отделение российского фонда всем известного «Подари жизнь». И благодаря прекрасным людям, которые живут в Лондоне, мы собрали на сегодняшний день больше 7 миллионов фунтов на лечение детишек. За этим скрываются не только деньги, но и очень много людей, которые жертвуют свое время или свой профессиональный талант или просто делятся своим опытом. И вокруг этого создана такое специальное доброе сообщество, которое растет с каждым годом, и которое испытывает огромную радость, когда к нам сюда в Лондон приезжают дети, которым они смогли помочь и которые ведут сейчас прекрасную, новую, здоровую жизнь. Лондон для меня — это в первую очередь люди. К нам постоянно обращаются с вопросами, как мы в свое время, как открыть счет в банке, как найти школу для ребенка или учительницу русского языка, как попасть в музей или театр без очереди, как стать членом закрытого английского клуба. Пытаясь помочь большему количеству людей, мы придумали зиму. Зима — это такая русская экосистема внутри Лондона, где можно поесть русской еды в компании как русских, так и англичан. Можно узнать последние новости и решить, куда пойти в выходные на сайте или обменяться мнениями в Фейсбуке, прочитать интересное интервью в журнале или прийти на одну из встреч, которые мы регулярно проводим не только в зиме, но и на других площадках. Зима для нас — это такой культурный код, понятный русскому уху, который вызывает приятные с детства ассоциации, например, катание на самках или игру в снежки, теплые посиделки до утра с друзьями, когда на улице лютый мороз. Собственно, так мы и представляем себе здешнюю зиму в Лондоне. В ней мы рады каждому человеку, потому что вместе теперее. Лондон — очень эклектичный город, где все люди чувствуют себя абсолютно комфортно. В нем также очень просто встречаться с людьми, поэтому мы так часто проводим встречи с интересными людьми, которые приезжают к нам в гости. Лондон — очень человечный город и в нем очень приятно гулять пешком. В нем очень много парков. Для меня, конечно, самый любимый парк — это Риджинс парк, рядом с которым я живу и в котором часто гуляют с нашей собакой Лапой. Про Лондон совершенно замечательно сказал писатель Борис Акунин, который живет в этом городе, который его очень тоже любит. Лондон мне очень нравится, — говорит он. Полагаю, что по общему количеству баллов это лучший город на планете. Ну то есть где-то красивее, где-то климат лучше, где-то роднее, но в целом Лондон на первом месте. Здесь какое-то правильное соотношение человечности и приватности, живости и вежливости. Я подписываюсь под каждым словом.